Ну что, всем здорова! К огуречному Филипп Моррису я одновременно прикупил и вот такой вот Филипп Моррис под названием Премиум Микс. Это у нас Филипп Моррис с арбузной кнопочкой. Так как огуречный мне не очень зашел, он у меня сейчас в кармане лежит, ждет своего часа. А эту пачку я сегодня весь день на работе курил. Быстро, конечно, кончаются эти сигареты, они прям быстро склевающие. Вон одна штучка осталась и обязательно мне нужно, конечно же, записать на это все дело обзор. Итак, начнем все по порядку с внешнего вида, с экстерьера пачки. Вот так выполнена пачка в красно-черных тонах с белыми такими еще, ну, осветленными лучами. Пачка, дизайн пачки мне, конечно, нравится. Все оно сделано для молодежи, чтобы молодежь велась, типа, покупай, видишь, как прикольно все выглядит, совсем безвредно и на это уже на предупреждение никто даже внимания особо не обращает. Филип Моррис знает, короче, как делать дизайны. Вроде сиги бюджетные, но в дизайн вложено прилично. Они уже, помню, давно появились, менялись у них дизайны и всегда они были такие кнопочные, яркие. Да и кнопочные тоже. Короче, вот так вот выглядит фронт, фронтальная часть пачки лицевая. Премиум микс называется данной сигареты. Красная кнопка с арбузным вкусом. Лондон, Англия. Задняя часть у нас, как и на огуречном, российская акциза. Здесь подпись, автограф Филипп Моррис, типа, как я понимаю. Так, здесь премиальные табаки применяются, типа, ну все это, конечно же, маркетинговый чёс от производителя Парламент. Ну это, это, наверное, правда. Скорее всего, правда от производителя Парламент. Чего им врать. Фирменный фильтр, премиум табак от премиум табаки. Верхняя часть пачки выглядит вот так вот, как и считай, лицевая часть пачки только без мужичка. Их стандартного. Так, левая часть пачки. Вот, что у нас тут. Филипп Моррис Компакт Премиум. Яркий. Он называется на русском языке. Плотный фильтр. 20 сигарет с фильтром, с ментолом. Как всегда, ментол применяется в капсулах. Компактный премиальный микс. Отборная сорта премиальных табаков. Лондон, Англия. С 1847 года. Практически та же самая надпись, как и на огуречных. Здесь у нас штрих-код, сайт. Ничего, предупреждение о продаже несовершеннолетним. И нижняя грань пачки у нас содержит в себе вот такую в стиле пачки тоже картинку и цену. Цена 149 рублей. То есть на 10 рублей даже дороже, чем свежий огуречный Филипп Моррис. Но они более ходовые просто. Я полагаю, что из-за этого 149 рублей он тоже считает бюджетные сигареты на октябрь 22 года. Осенние сигаретки еще. Вот так вот выглядят. Ну и как я сказал, довольно примечательный дизайн пачки. Даже мне старперу он нравится. Не мудрено, что и молодым людям, молодому поколению он тоже зайдет и придется по вкусу. Вроде как что-то безобидное покупаешь. Какой-то типа аксессуар, игрушку, брелочек. Так и это выглядит довольно-таки приятно, конечно, если не обращать внимания. А на это никто не обращает внимание, когда речь идет о зависимости от курения. Ну ладно, это уже другая совсем история. Вскрываем пачечку. Итак, здесь у нас внутри есть небольшой вырез, чтобы выколупывать сигаретки. QR-кодик даже с фирменным мужичком в шляпе. С Филипп Моррисом. С самим Филиппом, видимо, от производителя парламента. Они опять-таки повторяются. Даже логотип парламента прилепили. Здесь у нас обычная бумажка. Ну, как обычная, брендированная бумажка, но не фольга. Все выполнено в тиснении. Вон Филипп Моррис, я думаю. Камера уже смеркается, но камера словила. Точно такая же, короче, бумажка, как и в огуречных. Дальше что? Дальше что? Сама сигаретка. Вот она у меня осталась. Одна. И еще я по обычаю зажигалку в пустую пачку бросаю. Сейчас будем обозревать саму сигаретку. Итак, сама сигаретка выглядит вот таким вот образом. Красная, конечно же, выделена капсула. Так же, как и на огуречном. У нас тройные такие линии перфорации с пробелами небольшими. Только на огуречном все в зеленом цвете, здесь все в красном, но оно естественно. Конечно же, они стали экономить на уплотнении на фильтре, и поэтому здесь обычный картон, как в старом парламенте. Это мне совершенно не нравится. Здесь серебристым выполнен мужичок Филипп Моррис и премиум микс. Также модель, так сказать, сигарет указана. Фирмовая бумажка Филипп Моррис по диагонали. Тоже все, как у огуречного Филипп Морриса. По диагонали и везде пробита Филипп Моррис. Типа, нанесено не ярко, но видно надписи. Угольного фильтра тут, конечно же, нету. Вот, и по сигаретке вроде как и... А, и набивочка. Набивочка как... Набивка у всех Филипп Моррисов средняя. Если ее сейчас смять, она, конечно, будет уже вяленькая, а так на конце, особенно ли плотненькая, попала сигаретка. Нормально. И вот такое вот темненькое наполнение. Не обращайте, кстати, внимания, небольшое отступление на пальцы рук. Я просто работаю же на заводе, и поэтому, как немой там, это нужно еще 2-3 раза помыть руки. Поэтому рабочие руки рабочего человека. И так, все, вроде все, обозрел. Закуриваем. Но так как я их курил и вчера начинал, вчера купил, вчера курил. И сегодня весь день курил. Эти арбузные по старой памяти приобрел. Потому как в 2019 году я их покуривал. На тот момент, если не ошибаюсь, 115 рублей они стоили. Сейчас вот они уже 150, считай, без рубрика, без рубчика. Почти всю пачку я скурил, короче, раздавливая капсулу. Потому что так прикольнее на самом деле. Могу сейчас без капсулы, короче, курить. Но все равно у меня весь день сегодня капсулу эту давил. Воспоминания свежи. Капсула арбузная и по вкусу ароматики напоминает вот жвачку. Какую-нибудь не особо дорогую. Дирол орбит. Арбузная, по-моему, есть же такие, да? Вот, дирол орбит. И когда вот оболочку ты уже раскусил, прожевал. Но вкус еще арбузный остается у жвачки. Ты ее доживаешь. И вот такой вкус у этой капсулы. Мне он нравится. Почему же я его и давил постоянно в эту капсулу. С ней только и курил. Без раздавливания капсулы. Сигареты не то, чтобы прям сильно плоховаты. Ну, хреновенькие, я хочу сказать. Хреновенькие, горьковатые. Горьковатые, пустоватые. Можно, кстати, две сигареты такие скуривать подряд. На кур слабый. Но он есть, в отличие от кем-то кристалл. Следующий обзор будет выложен к кристалл. То вообще просто дно какое-то. Ну вот, огонек. Я вот вроде как бы не особо сильно струшивал. Огонек скосило. Но прикольнее я советую. Прикольнее, если для любителей, короче, капсулы. Абсолютно точно. Прикольнее давить капсульку. Сразу будет ментоловая. Но на вкус сигареты, конечно, сговнились. С 2019 года. Тогда этот Филипп Моррис арбузный, я его на постоянку считаю курил. До того, как Кент Кристалл вышел, белый-синий. И они были на тот момент пободрее на вкус. Но так как я капсулы не любил, а тогда Кент Кристалл свеженький был. На рынке, видимо, еще хороший делали. Поэтому я на него перешел с этих Филипп Моррисов. Хоть я и платил там чуть дороже, что ли. 129 или 139, наверное, где-то. Или 135 рублей я платил. Но Кент мне тогда нравился больше Кристалл, чем эти. Поэтому, ну, достаточно долго я их курил. И достаточно дохера у меня их расстреливали на работе, я помню. Это точно. И все курили как один с кнопкой. И кнопка испортилась, короче. И без кнопки они тоже подиспортились. Ну, вполне себе курибельные, бюджетные сигареты. Почему нет? Если вы не желаете особо тратиться там на какие-нибудь там 180-190 рублей сигареты, то что нет-то? Ну, с кнопочкой я отвечаю. Реально прикольно. Вкус жвачки. Вкус арбузной жвачки. Вот только уже прожеванной, когда... Не свеженькая, а когда чуть-чуть прожеванная, минут так 10. Даже 5 ароматика арбузная хорошо чувствуется. Короче, советую их тем, кто любит сигареты с кнопкой. Кто любит давить кнопки. Достаточно бодрый такой, освежающий ароматик арбузный. Нормальный. Не то, что огуречный. Огуречный, конечно, такой себе. Очень-очень на любителя. А на этом все. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. И всем удачки. Счастливо. До следующего обзора. Пока.